Всем привет, меня зовут Карина и сегодня мы будем делать упражнение 6.3.3.8. Открываем наше задание и сразу же приступаем к выполнению. У нас есть небольшой сценарий, который мы будем выполнять и требования к нему. Я сразу же приступаю к выполнению этих требований. Открываем командную строку, enable, conft и настраиваем первое, что нам нужно, это виланы. Давайте начнем с первого. Первый вилан у нас будет с самого низа, 99. Настраиваем. Интерфейс вилан 99. Сразу же указываем IP-адрес. Это 172.17.99.10.255.255.255.0. Готово. Выходим. И предлагаю сразу же настроить IP-дефолт-гит-авей. Дальше приступаем к настройке самих виланов и их имен. Первый вилан у нас будет 10. Указываем имя русской версии этой инструкции у вас может писать имя русскими, но если вы будете вводить русскими буквами имя, оно не засчитается, нужно вводить английскими. Далее настраиваем второй вилан. Это students. Вилан 20. Name students. Далее у нас вилан 30. Name у нас Default Guest. Далее вилан 88. В вилане 88 у нас Name Native. Name Native. И последний вилан у нас это 99. Name у нас Management. Готово. Exit. Мы настроили имена нашим виланам. У нас 22 балла и 100. Предлагаю настраивать интерфейсы. Для этого вводим команду interface range, потому что у нас от фазы с дронат 0.11 до 17. F0.11 минус 17. Настраиваем сам интерфейс. Switchport mode access. Switchport access. Вилан. И у нас этот вилан 10. Готово. Exit. Далее настроим интерфейс Fuzz Ethernet 18. Слэш 24. 18 минус 24. Готово. Также Switchport mode access. Switchport access mode. Вилан. Вилан у нас теперь будет 20. Готово. Exit. Ну, вы можете не вводить exit. Просто переходить к следующему интерфейсу. Fuzz Ethernet 0.6 минус 10. Этот вилан у нас будет 30. Switchport mode access. Switchport access вилан 30. Следующий у нас будет 88. Но у нас здесь настройка немного другая. Вводим интерфейс. У нас это будет G01. 01. Готово. Здесь вводим команду switchport mode trunk. Далее switchport trunk native 88. Далее, что не так? О, забыла указать слово вилан. Вилан 88. Далее switchport trunk. Allow it. У нас 20, 10, 20, 30, 88, 99. Готово. Опять забываю указать вилан. Готово. Exit. Мы настроили наши интерфейсы. Теперь последний это интерфейс range от Fuzz Ethernet 0.1 до 5. Здесь нужно просто его shutdown. Готово. Exit. Далее переходим к интерфейсу G02. Также shutdown. Готово. Мы настроили наш S1 полностью. И теперь мы можем приступать к настройке R1. Можно нажать кнопочку check и resolve, чтобы удостовериться, что мы настроили все правильно. Вот, S1, correct. Открываем R2. Ой, R1. Sorry. Открываем R1. Командная строка. Enable. Conf. Ft. Сразу же настраиваем интерфейс G0.1.10. Нужно указать такую команду, как encapsulation. Dot. QL. 10. Готово. IP-адрес. IP-адрес у нас 172. 17. 10. 1. Маска по сети 255. 255. 255. 0. Exit. Готово. Настраиваем теперь интерфейс G1.20. 0. 1.20. Готово. Также encapsulation, но теперь у нас в конце будет 20. И IP-адрес у нас тоже немного отличается. 172. 17. 21. 255. 255. 255. 0. Готово. Далее у нас интерфейс G0.1.30. Готово. Здесь также encapsulation. В конце у нас будет 30. IP-адрес. IP-адрес у нас тоже похожий, только у нас здесь 31. И маска по сети такая же. И последний. И последний это у нас интерфейс G0.1.88. Также encapsulation. Также encapsulation. Указываем 88, но еще нужно указать, что он native. Готово. IP-адрес у нас вот здесь вот 88. Маска по сети такая же. Готово. И последний интерфейс это 99. Incapsulation. В конце 99. Маска по сети. И IP-адрес. Здесь 99. Готово. Мы настроили наш R1. Почти настроили. Нужно еще настроить, точнее, включить наш интерфейс G0.1. Int G0.1. Готово. No shutdown. Включили. No shutdown. Готово. Мы включили наш интерфейс. Если нажать кнопочку Capture, running forward, чтобы ускорить время, наши все индикаторы станут зелеными. Если нажмем кнопочку Check results, у нас все окей. И последнее, что нам остается, это проверить соединение с сервером. Для этого можем открыть любое устройство. Desktop. Web server. Копируем наш адрес сервера. Confv.go. Desktop. Web server. Вот у нас есть IP-адрес нашего сервера. 172. 17. 50. 10. 54. Go. Да. У нас есть подключение к серверу. Мы настроили все правильно. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok